Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте, ребята! Привет-привет! Сегодня у нас с ребятами, с Никитой и Аней, второй конкурсный день. Ребята, мне интересно узнать ваши впечатления после первого игрового дня. Как вы? Настроены побороться или кто-то хочет задаться уже прямо сейчас? Что это значит? Бороться будем? Да. Хорошо, мне нравится ваш боевой настрой. В стране безопасности, Никита и Аня, есть свои правила. Для того, чтобы стать победителем, главным специалистом по детской безопасности, получить главный приз, нужно пройти испытание. Вчера вы с этим условием уже столкнулись. Сегодня вы готовы отвечать на мои вопросы? Да. Да. Отлично. Тогда я предлагаю приступить к нашему первому конкурсу. Тема нашего разговора, как и вчера, это правила дорожного движения для детей. Перед вами снова лежат карточки. Никита, разложи свои перед собой. Анюта, ты свои. Итак, я буду читать вопрос, а вы будете выбирать карточку с правильным ответом. За каждый правильный ответ одна фишка. Кто справится быстрее соперника, получит дополнительно еще одну фишку. Итак, если готовы, то мы начинаем. Первый вопрос. Какие правила поведения в транспорте вы знаете? Ищем правильную карточку и поднимаем. Ань, бери, бери, нужно, если ты уже нашла. Выбирай карточку, Никит. Вот эта. Так, хорошо, покажи мне. Хорошо, кто, Анюта, прочитай, что написано, чтобы все слышали, маленькие телезрители. Нельзя трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать. Надо быть вежливым, уступать место девочкам и старшим. Все понятно, ребята. Вы так поступаете, когда в транспорте едете? Молодцы, хорошо. Так, второй вопрос. Что регулирует движение на улице? Ребят, невнимательные. Я сказала, что регулирует. Давай сюда, давай карточку сюда. Уже поздно. Все, Никит, не ответили вы на этот вопрос, правильно? Что регулирует движение на улице? Конечно, светофор. Светофор. Давайте регулировщика оставим на всякий случай. Так, а светофор давай мне. Так. Первый раз у нас кто быстрее ответил? Аня. Аня, две фишки и одну Никите за правильный ответ. Так, следующий вопрос, слушайте. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? Когда вы идете по тротуару, с какой стороны вы должны идти? Мы все с вами пешеходы. Правой. Тихонечко. Аня как считает? Быстрее, ребята, задание на скорость. Правильно придерживаться, ребята, нужно правой стороны. Хорошо. Аня за правильный ответ одну фишку и две фишки за правильный быстрый ответ Никите. Так. Следующий вопрос. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? Так, Аня ответила. Никита, чего ты так долго думаешь? Ты на какой сигнал светофора переходишь дорогу? На зеленый. Ну, а чего ты долго думаешь? Вот же она карточка. Не вижу. Ну, так внимательно смотри. Все, что к тебе развернуты. Так, правильно, ребята, на зеленый верно ответили. Анюта была снова быстрее, умничка. Никита правильно ответил, поэтому одна фишка. Но старайтесь быстренько реагировать. Вопросы очень простые. Далее. Если светофор сломался, кто регулирует движение? Кто регулирует движение? Регулировщик. Конечно. Хорошо. Быстро ответили. Анюта две фишки и одна фишка Никите. Следующий вопрос. Можно ли по тротуару бегать или прыгать? Так, правильно, ребята. Никит, теперь ты, пожалуйста, прочти, что написано. Прочитай всем маленьким телезрителям, чтобы они знали, можно ли по тротуару бегать или прыгать. Читай. Нет, нужно ходить спокойно, так как можно наткнуться на какие-либо препятствия и оказаться на проезжей части. Правильно. Молодец, давай. Так, Аня, две фишки и Никите, одна фишка. Никитка, ты старайся быть быстрее, включай скорость. Так, следующий вопрос. Какой переход самый безопасный? Хорошо, правильно, ребята. Действительно, самый безопасный переход это подземный. Опять Никита, она, Анюта наша среагировала быстрее, поэтому две фишки, а у тебя одна. И последний вопрос, ребята, будьте внимательны. Что такое фликер? Быстро. Правильно, правильно. Ну ничего, Никит, ты включишь скорость в следующий раз. Здесь Аня по максимуму сработала, а ты в следующий раз. Так, хорошо, ребята. Главное, что вы все знаете, это самое главное. Давайте после первого конкурса посчитаем, сколько фишек вы заработали. Ань, ты свои считай, а Никита, ты свои. Кто быстрее сосчитает? Давайте быстренько. Хорошо, молодец. Никита быстро посчитал. 13. Сколько? 13. 13. Отлично. Ребят, ну что ж, я могу сказать вам, что уже сегодня вы уже о правилах дорожного движения знаете намного больше. А после встречи с нашей хорошей знакомой тетей Катей, я надеюсь, вы помните, где она работает, вы узнаете еще больше. Где тетя Катя работает? ГАИ. 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 Правильно. Итак, она вышла уже с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Каждому из вас важно знать правила дорожного движения для велосипедистов. И, конечно же, соблюдать их. В противном случае вы не только мешаете движению транспорта и пешеходов, но и подвергаете опасности себя и окружающих. Итак, запоминайте. Если вы уже сели за руль велосипеда, то считаетесь водителем и должны соблюдать все правила дорожного движения. Перед выездом на велосипеде вам необходимо проверить исправность своего двухколесного друга, тормозов и звукового сигнала. Исправными должны быть и осветительные приборы. Передний белый и красный задний фонарь, которыми обязательно пользоваться при движении в темное время суток. Вам в таком юном возрасте можно кататься на велосипеде только в безопасных местах, вдали от дорожного движения, в парках, на специальных велосипедных или пешеходных дорожках, не создавая при этом препятствий для движения пешеходов. А также можно двигаться в пешеходных и жилых зонах. Запомните, управлять велосипедом по дороге до 14 лет без сопровождения взрослого строго запрещено. И еще необходимо помнить, что при переходе через дорогу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. И, конечно, необходимо быть предельно внимательным, даже если ты катаешься во дворе своего дома. Вот так выглядят дорожные знаки, так выглядит велосипедная дорожка, а так выглядит пешеходная дорожка. Пришла пора нам с вами прощаться. Берегите себя и до новых встреч! Никита, Аня, сейчас время нашего заключительного конкурса на сегодня. Последнее испытание и последняя возможность заработать фишки. Итак, конкурс называется «Зелено-красный». Я буду говорить фразу, а вам необходимо будет продолжить ее, подняв либо красную карточку, либо зеленую. Первый вопрос. Идти толпой по тротуару нельзя. Нельзя. Хорошо, ребят, озвучивать не надо, достаточно просто поднять, потому что вы таким образом подсказываете друг другу. Знаете, ответили вы одновременно и абсолютно правильно, поэтому каждому из вас по две фишки за правильный ответ и за скорость. Так, слушаем следующий, следующую фразу. Перебегать дорогу. Верно, запрещается. На долю секунды, Никиточка, Аня тебя передела, поэтому ей две фишки, а тебе одну. Слушаем следующую фразу. Помогать пожилым людям переходить улицу. Ой. Правильно, Никит, разрешается. Хорошо, ответили правильно, Никитка немножко вначале перепутал, но ничего, главное, что ты сообразил вовремя, поэтому тебе одна фишка, Аня две. Следующая фраза. Выбегать на проезжую часть запрещается. Хоп. И Аня две снова фишки. Следующая фраза. Переходить дорогу на зеленый свет. Так, здесь Никита оказался быстрее. Молодец. Тебе две фишки за правильный и быстрый ответ. И Анюте один за правильный ответ. И последняя фраза, ребята, слушайте внимательно. Уважать правила дорожного движения. Разрешается, конечно, нужно уважать правила дорожного движения. Ответили вы одновременно, поэтому каждому по две фишки. Молодцы. Кладем карточки и быстро считаем, сколько сегодня фишек вы заработали. Итак, во второй конкурсный день с небольшим отрывом победила Аня. У нее 24 фишки и 17 фишек у Никиты. Ребята, встречаемся завтра. А на сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!